Здравствуйте, мы снова в эфире и сейчас вы смотрите телеканал Самарагис и программу «Хочу домой» мы рассказываем о животных, оказавшихся не по своей воле на улицах городов, которых, просто говоря, выбросили нерадивые владельцы. Мы обсуждаем проблему животных, у которых никогда и не было своего дома, они просто были рождены под открытым небом. Говорим о людях, помогающих решать проблемы бездомных животных, о волонтерах, о работе приютов, ветеринарных врачах и просто о людях, хоть раз в жизни оказавших помощь бездомным животным. Итак, сегодня в программе «Хочу домой» вы увидите традиционные видеовизитки о собаках и кошках, которым нужен свой дом и, конечно, хороший и ответственный владелец. Обратите внимание, приглядитесь, может, вы кого-нибудь выберете себе из кошек или собак. После каждой визитки мы даем телефоны, куда можно позвонить и забрать животное. Далее вы увидите сюжет о собаке, которой очень сильно повезло. Ее взяли из приюта домой. Довольными оказалась не только собака, но и ее владельцы. И гости в студии. С кем мы будем беседовать? Это Анастасия Илюшова, волонтер молодежного объединения «ЛАПА», студентка Самарского государственного колледжа. И Екатерина Воробьева, заместитель директора благотворительного фонда «Благоденствие», которая, кстати, у нас уже была, по-моему, в прошлом году в эфире. И сегодня мы вновь пригласили ее к нам в студию. Итак, вопрос, что нового в вашей работе? И познакомьтесь, пожалуйста, с вашими проектами. — Наверное, я начну по большинству. Дело в том, что познакомившись с СГК, я оценила, насколько у нас ответственна действительно молодежь, сколько много креативных идей. — СДК, еще раз, пожалуйста. — Самарский государственный колледж. — О, о. — Самарский государственный колледж. Там очень много ответственной молодежи. У нас принято относиться пренебрежительно к колледжам, хотя это несправедливо от слова совсем. То есть молодежь сейчас действительно более ответственна иногда на порядок, нежели, допустим, мои ровесники. Будучи там преподавателем, мы разбирали проектную деятельность, и я была очень рада, что огромное количество молодежи готовы решать различные проблемы. То есть не только проблемы, связанные с животными. То есть, понятное дело, что сегодня мы поговорим с Настей, которая волнует тот же вопрос, что и меня, но и другие форматы, то есть это экология и все остальное. Это что касается новых форматов, это взаимодействие с молодежью, и применение их прямых навыков в нашей работе. То есть если это дизайнер, то он может замотивировать кого-то, своей работой художественной, помочь со звуком, помочь с видео. Это всегда тоже те навыки, которые порой приюту приобрести невозможно, потому что у нас нет на это средств. Но иначе мы не расскажем о наших животных так, как можно. И в этом плане люди совершенно других специальностей, нежели ветеринарные врачи, также помогают нашему приюту. Анастасия, давайте послушаем вас теперь. Ну, свою волонтерскую деятельность я начала с волонтерского объединения «Лапы» как раз. И потом уже через пару месяцев у меня возникло уже желание вот создать свой собственный проект на примере «Лапы», потому что у них очень классная команда. Мне захотелось сделать что-то подобное в своем родном колледже. Для чего нужен этот проект? Задачи, цели? Ну, цель нашего проекта, как и в любом проекте социальном про животных, это донести то, что за животными нужна ответственность. Это первостепенная наша задача. Мы много работали со студентами и со школьниками. И самая, наверное, ответственность – это то, что главное надо донести до людей. А что, вы смотрите, вы говорите «донести до вашей аудитории». Аудитория из кого состоит? Это молодежная аудитория, которая учится у вас в колледже, или школьники, или студенты, вузов? Ну, вот смотрите, вот как в «Ланчерлапе» я работала именно с детьми. Потому что детям как раз проще, мне кажется, объяснить вообще на простых каких-то примерах, что такое ответственность, как нужно ухаживать за животными. Со студентами, конечно, уже посложнее. Но все-таки с молодежью работать гораздо проще, нежели со взрослыми. Вот. У нас так, в принципе, проект должен… Имеет все направления возрастные. Но вот по большей степени, конечно, мы работаем с молодежью. И моя вот первостепенная, наверное, задача своего проекта – это вот внедрить, вот как сказала Екатерина Михайловна, навыки, которые студенты моего колледжа – это дизайнеры, рекламщики, внедрить вот их навыки в нашу деятельность, показать, что они могут помогать не только какими-то денежными средствами, но и также создавать рекламу, создавать рекламные посты, много разные посты писать. У нас были группы с… Я понимаю, что она очень волнуется, вот, все же впервые с вами. Группы дошкольные, те, кто учится на дошкольное образование, начальные классы. Это все люди, которые в будущем… Хорошо, а в чем заключается вот эта работа? Хорошо. Вот вы пришли, вы ходите по аудиториям, именно, собираете какие-то группы, да, и рассказываете… Желающими, мы работаем с желающими, группами, которые готовы выслушать, что интересного можно привнести в свою работу. То есть начальные классы дошкольного образования, они должны понимать, что в дальнейшем они будут иметь дело с маленькими детьми и их родителями, да, и вполне вероятно, что в жизни этих людей будут домашние питомцы или желание завести домашнего питомца, что прививать чувство ответственности необходимо вот уже тогда. Но они уже воспитатели, они будут учителя. Это те люди, которые прямо будут влиять на формирование этих новых людей, да, на наше общество. Да, то есть идет какая-то программа, и, соответственно, вы постоянно говорите о том, что да, вот есть волонтерское движение, есть помощь, есть помощь бездомным собакам, что нужно... Какие вопросы вообще вы освещаете в процессе, допустим, той же самой беседы? Применение навыков, в первую очередь, в зависимости от той группы, от той аудитории, с которой мы разговариваем, если это дошкольное образование, то это каким образом необходимо строить диалог, если вдруг вот возник желание завести питомца, или он уже существует. То есть обязательно ветообслуживание, что должно быть, что животным нельзя давать лекарства человеческие. То есть если вдруг возникла ситуация, острая ситуация, у любого человека, и не нужно этого стесняться, да, это бывает, что он не может более содержать питомца, то он должен нести эту ответственность до конца, соответственно, вести переговоры с приютами, делать эти посты, связаться с молодежными организациями, потратить свое, пусть и личное время, но быть ответственным до конца в этой истории. То есть... Вот, и хотели, да, понятно, у вас собака есть, Анастасия, у вас есть собака? Конечно, да. Сколько собак, сколько кошек или какие животные? Есть две собаки, одной собаке уже 10-11 лет даже, уже скоро будет. Другую мы вот как раз подобрали, тоже была бездомная собака, мы подобрали, приутили ее, теперь она живет уже лет 5 с нами. Как вы считаете, не ущемляется ли, скажем так, права и интересы людей, которые готовы и заводят породистых собак? Здесь недавно мне тоже сказали, и вы сказали, что вот вы ее постоянно рекламируете приютовских собак, да, а почему породистых собак? Породистые собаки же также попадают в приюты, насколько мне известно, вы нашего другу также снимали, у него есть видеовизитка, это собака с клеймом Доберман, да, она абсолютно не приспособлена для нахождения в приют, однако безответственность владельцев привела ее в приют, и она не единичный случай, то есть рассказывая о животных из приюта, я не думаю, что кто-то ущемляет права людей, кто хочет завести породистые животные, однако заводя породистые животные, необходимо проконсультироваться с действительно заводчиками, с теми людьми, кто ответственно занимается этим вопросом, по правилам содержания этой породы, потому что могут возникнуть сюрпризы, то есть собака погрызет диван только потому, что вы не нашли денег на кинолога, вы будете на нее гневаться, и это вполне справедливо, и у вас будет гнев, но все равно диван не вернуть, а собаку надо воспитывать, это ребенок. Спасибо большое, да, мы сейчас продолжим разговор, немного остановимся, так как время смотреть видеовизитки, еще раз обращаю внимание, что после каждой визитки мы проговариваем телефоны для контакта, звоните, говорите, что понравилась та или иная собака или кошка, и забирайте домой, и станьте, как говорится, счастливым обладателем у своего питомца. Висечие темные ушки, две черные маски на морде и большое черное пятно на спине. Забавный пес по кличке Страйк, который попал в приют еще щенком. Один раз пытались его отдать, но владельцы оказались не совсем порядочные. Сначала держали его на цепи, потом и вовсе выгнали в свободный выгул. Он контактный, он идет на общение с любым человеком, ему нравится, как бы общение с детьми очень хорошо, то есть он готов и с детками жить в одной квартире, то есть никакой агрессии у него не было замечено ни разу. Поэтому в любую семью вольется, как говорится, с всей душой. Обратите внимание на этого пса. Сейчас Страйку около двух лет. Его можно забрать не только во двор, он способен проживать и в квартире. Заберите Страйка из приюта домой. Обращаться по телефону 8-927-006-1161. Белый, пушистый, крупный, но самое главное молодой кот. Сейчас ему около года. Очень ждет своего хозяина. До этого жил у бабушки, которая уже по возрасту не справлялась с котом. Зовут его Самуэль. Сотрудники приюта надеются, что на него обратят внимание и заберут его домой. Он так очень ласковый, очень общительный, ему очень много надо внимания, он сразу подходит. Несмотря на свою внешность, он очень такой общительный котик. Ему нужна любовь и ласка, которую он, к сожалению, в своей жизни пока увидит только в приюте. Поэтому если вдруг кому-то приглянется такой особенный питомец, он, соответственно, не как все, его внешность всегда будет вас выделять как очень хорошего, доброго хозяина. Как говорится, не только за красоту надо ценить, но и за внутреннее состояние самого питомца. Обратите внимание на этого белого кота по кличке Самуэль. Заберите его домой. Он привит, приучен к туалету. Звоните по телефону 8-927-006-1161. Нашли чуть меньше года назад на одной из просек на стройке. Истощенная с травмированной лапой кое-как определили в приют. Вылечили и теперь ей нужен новый ответственный владелец. Очень компанейский ребенок, ласковый, играется. Ну, она скорее компаньон, конечно, чем охранник. Поэтому ей будет комфортно с детками в семье. Очень понравится. Приезжайте, знакомиться. Контактная. Сидела во многих вольерах. Никогда, как говорится, себя в обиды не давала и других не обижала. Поэтому можно взять и вторым, и третьим питомцем. За радость ей будет играть в компании с другими собачками. Думаю, даже с кошечками. Потому что по характеру она сама маленькая кошечка. Обратите внимание на эту собаку по кличке Пуля. Ее можно содержать как на территории двора, только не на цепи, так и в квартирных условиях. Заберите ее домой. Звоните по телефону 8-927-006-1161. Рыженький, в полосочку небольших размеров. Вот такой мини-код. И больше, как говорят в приюте, он не вырастет. Сказалось, болезнь, когда был совсем котенком. Сейчас ему чуть больше года. Вот такой вот маленький Яшка. Самый знаменитый. Его знают все наши подписчики. Все видели его историю. Доставали с того света несколько раз. Был опыт его пристройства. Но, к сожалению, не подрассчитали. Немножко силы свои хозяева. И опять он с нами. Говорит, мне с вами комфортно. Он полностью приучен к лотку, кастрирован, привит, обработан. Полностью готов к отдаче. Заберите рыжего кота Яшку домой. Сделайте его жизнь счастливой, и он ответит вам преданностью и взаимной любовью. Звоните по телефону 8-927-006-1161. Итак, если вы не успели записать телефон, то просто заходите на наш сайт ТВ Самарагис. Там есть программа «Хочу домой» и все эфиры везде. Так как вы считаете, кого больше на улицах можно встретить? Породистых собак или все-таки дворовых метисов? Или, как мы говорим сейчас в последнее время, королевские метисы? Я не слышала статья. Чтобы не обижать собак, чтобы не обижать эту породу, то сказать, ну, метисы, метисы. Чаще всего встречаем мы дворовых собак. Породистых собак не так часто выбрасывают на улицу. Но все же такие ситуации, как рассказала Екатерина, они случаются. Из-за того, что не справились с буйным характером. Но, безусловно, бездомных именно дворняжек гораздо-гораздо больше. Как вы считаете, когда вы приходите и проводите свою волонтерскую работу по вашему проекту, в положительные моменты вы как-то наблюдаете, что дошла ваша информация до аудитории или не дошла? Да, конечно. И вообще какие-то вопросы задают он в процессе беседы и вашего рассказа? Отклик от аудитории, конечно, безусловно, есть. Потому что я вижу, как расцветает мой проект, как мы реализовали мой проект, как я помогаю движению ЛАП реализовать их проект, помогаю участвовать в их мероприятиях. И, конечно, когда люди на примере ЛАПы приходят на мероприятия, где им нравятся наши, допустим, какие-то площадки интерактивные, им нравится получать какие-то положительные эмоции, когда они получают эти положительные эмоции от моей работы, безусловно, мне становится очень приятно. И мне хочется также превозносить из опыта ЛАПы свой проект, я что-то также превозношу. Все проекты, которые сегодня существуют в нашем городе, ну, понятно, что с каждым познакомиться довольно-таки сложно, но все-таки, вот как вы считаете, работа должна быть нацелена на что? На все-таки отлов, стерилизацию и возврат животного в среду обитания, да? Или все-таки, опять же, на ответственное отношение людей к животному? Но ведь, опять же, получается, что большинство метисов и бродяг – это собаки, которые успели родиться до момента, пока стерилизовали их, допустим, маму, папу. И вот дело в том, что, как вы понимаете, что это стороны одной медали, что невозможно безответственно… Если не будет пополняться, а не пополняется из дома, кто-то подобрал щеночка, поиграл, кто-то… Ну, неужели так много людей, которые выбрасывают собак? Вот у меня всегда этот вопрос. Я думаю, что осенью, когда дачники съезжают с дачных массивов и приюты воют о том, что нам некуда взять, это ощущается. Это каждый год… Ну, три, ну, четыре, но собачники… Каждого дачного массива. Каждого дачного массива кошки, собаки по три-четыре появляются. А приюты, они и так с большим трудом справляются с этим наплывом. И каждую осень, каждый дачный массив приносит по три-четыре собаки в попытке пристроя. Некоторые привязывают, оставляют там. То есть это действительно проблема именно в ответственности. То есть, ну, возможно, эта кошка уже жила на улице, и она прибилась к вам. Ну, так ее хотя бы можно было стерилизовать и решить вопроса… Некоторые вывозят животных принципиально на дачу, а потом оставляют их там. К сожалению, это имеет место быть. И да, большинство людей, я искренне в это верю, это хорошие люди. То есть, но ведь нам достаточно того малого процента, кто так поступает, и пополняет нестерилизованными животными флору и фауну. То есть добавляя новый биологический актив. То есть, и вот он результат. То есть просто стерилизация, к сожалению, мы… Стерилизация отловом – это очень важная часть. И она должна выполняться качественно. Но только этим мы сейчас не перебьем эту ужасную статистику. Здесь вот в этой студии звучали предложения по поводу того, чтобы в каждом районе был бы свой как бы либо инспектор, либо волонтер, который будет отслеживать ту или иную стаю собак. У нас получается, что те организации, которые принимают участие в отлове, они не всегда успевают это сделать по объективным причинам. А вот приюты, те, которые… Ваш приют, да, вы можете отлавливать и стерилизовывать собаку? Или на это нужен обязательно какой-то госконтракт? Это обязательно должен быть госконтракт. Нет, мы в любом случае, если собака попадает в поле нашего зрения, мы имеем возможность ее стерилизовать, мы ее стерилизуем. Это обязательное условие. А также в большинстве случаев, то есть мы ее оставляем либо на присмотр тех людей, которые изначально вызвали нас, да, кто нам доверяет, либо забираем собаку в приют. То есть у нас или-или. Либо есть человек, который присмотрит за этим животным, потому что после операции ему требуется также время. Если у нас нет места, значит, кто-то должен взять его в свою квартиру и обеспечить этот уход собаке и присматривать за ним в дальнейшем. Спасибо. Спасибо большое. Я вас опять прорву, потому что время, время. Итак, сейчас на несколько минут прорвемся и посмотрим сюжет о счастливой собаке и довольной семье, которая взяла собаку из приюта. Этой собаке, можно сказать, сильно повезло. Родилась на улице, несколько месяцев жила под открытым небом. Затем попала в приют, так и жила бы там, если бы не счастливый случай. Несколько лет назад в семье Габдрахмановых появилось желание взять собаку домой. И это желание становилось все сильнее по мере роста сына Габдрахманова. Мы изначально взяли кошку, ну, когда маленький еще был, вроде ответственность еще не может нести. Ребенку исполнилось 13 лет уже, кошке 5 лет было. Вроде все, начал просить собаку. Ну, хорошо, давай. Я говорю, давай для начала поездим, ты пообщаешься с собаками, может, тебе не понравится. И у него в детстве была аллергия на собачью шерсть у нас, у родственников собаки, а у него сразу аллергия была. Он согласился, мы вот поехали. Раз съездили, он пообщался, вот он первый же раз, мы вот, Майя была маленькая, там полгода ей было. Вот он ее взял погулять там на территории приюта. Понравилось. Все ездили во второй и в третий раз и для начала дали ему вот этого щенка. Назвали ее впоследствии Майя. И брать ее после первой прогулки никто не собирался. Так вывели для общения мальчика с собакой. Мы до этого смотрели сайт этого приюта, и там же тоже есть карточки собак. И мы смотрели, и мы видели там Майю, то ли фотография неудачная, вот она нам совершенно там не понравилась, точно не она. Там выбрали других и поехали их смотреть. Тех, которые мы выбрали, нам вообще не понравились вот по контакту. А с этой мы сразу. Уже после третьей встречи у Руслана четко сложилось желание взять из приюта именно эту собаку. Характер у нее оказался трусливый и недоверчивый, и очевидно это из-за врожденной генетики. И поначалу на это не обращали внимания. Но это не помешало взять собаку домой. А понимание у самой Майи, что ее хотят забрать из приюта, уже явно проявилось после второй встречи. Мы даже второй раз, когда приехали с ней гулять, мы ее не могли в приют обратно завести. У меня муж на руках ее нес в приют, в клетку. Мы же ее еще не забирали, мы ее забрали позже чуть-чуть. То есть она вообще не могла отойти. Вот ее Руслан заводил, а он никак туда. То есть первый раз, если она все погуляли, мы пошли, она зашла в вольер сама. А второй раз мы уже на руках ее туда заносили, она не хотела туда идти просто. Повезло собаке Майи, уже больше года живет она в семье Габдрахмановых. Привыкла к своим новым владельцам и контакт был налажен уже с первого дня. Немного сложнее пришлось приучать проситься в туалет на улицу. Но и эту проблему решили через три месяца. В какой-то момент она стала показывать, что хочет на улицу на прогулку по нужде. Сейчас с ней гуляют три раза в день. Утром мама, днем и вечером сын, иногда папа. А по выходным часто выходят всей семьей. Вот так и получилось, что ехали смотреть одних собак, а взяли другую. Очевидно, что Майя родилась под счастливой звездой. Только пришлось немного пройти через тернии к своей звезде счастья. Вот так бывает, вроде шли за одной собакой, а получилось, забрали совсем другую. Как вы считаете, больше все-таки ответственных или безответственных владельцев собак? Вот по вам, допустим, Анастасия. Люди задают какие-то вопросы. А есть люди, которых совершенно не интересует эта тематика? Это, конечно, очень такой каверзный вопрос. Но, конечно, я не могу сказать, я не отвечаю за статистику ответственных и безответственных владельцев. Вот вам чисто кажется, даже по той аудитории, в которой вы работаете, в которой вы читаете лекцию, в которой вы даете информацию. Ну, смотрите, вот я работаю с молодежью. Среди молодежи, конечно, больше ответственных, наоборот, людей. И это я хочу как раз и развить, чтобы процент ответственных людей, ответственных владельцев домашних животных, он только рос и рос. Как вы считаете, на улицах наших городов, нашего города Самары, конкретно, стало меньше собак сейчас? Это довольно сложно сейчас сказать, потому что есть перстурбация между стаями. К сожалению, мне кажется, что ситуация... Для нас, как для приюта, она стала только сложнее, потому что мы превышаем свои нормативы, да, мы переполнены вот сейчас. Но отказать тоже невозможно. Щенка сбила машину, мы взяли. И таких случаев как бы много. Сейчас посмотрели сюжет по поводу, ну да, вот собаку взяли из приюта, она счастлива, соответственно, ребенок и родители довольны, да, есть хорошая собака, есть хороший контакт. Насколько вам удается отслеживать судьбу тех животных, которых вы отдаете? Я понимаю, что все время этого делать не надо и нельзя, и нет возможности, но хотя бы вот на первых порах, на первых этапах. Есть волонтер, который отслеживает достаточно, ну, на постоянной основе, каждое животное списывается с владельцем, потому что мы заключаем договор, это обязательно по договору содержания отдаются животные, где прописаны контакты. Если владелец перестает выходить на связь, то мы смотрим адрес и связываемся с волонтерами этого района. Такая ситуация уже была, и насколько мне известно, у вас есть видеовизитка моего любимого спрайта, а это со спрайта именно началась моя история отношений с приютом, когда я со щенком не знала, куда мне деваться. По сути, я как куратор, к сожалению, забрать его не могу, у меня не позволяют жилищные условия, то есть я только создам проблемы этой собаки. Ситуация следующая, что семья взяла щенком, он был миленький, он был забавный, но воспитанием собаки никто не занимался, и через год он им надоел. Семья перестала выходить на связь с приютом, и в конечном итоге приют, зафиксировав сигнал СОС, что у нас нету, запросил волонтеров. Волонтеры сказали, что похожую собаку видели на улице. Следующий этап был отлов собаки обратно и возвращение в приют. У вас есть какая-то информация, общая база среди волонтеров, где вы обмениваетесь информацией по собакам? Мы обмениваемся между собой обязательно, и есть момент, что ненадежные, скажем так, владельцев, те, кто брал щенка и возвращает его или выбрасывает на улицу, эта база тоже между приютами существует. Мы так или иначе делимся полной информацией, что эти люди, чтобы им не отдавали животное. Спасибо большое. К сожалению, наша программа завершилась, хотя у меня еще много вопросов здесь был подготовлен, но вот очень быстро все прошло. Если у вас есть животное, собака или кошка, которую вы хотите пристроить, звоните мне по телефону 8-927-686-3790. Мы снимаем видеовизитки и покажем в нашем эфире. Ну, а мы прощаемся с вами сегодня. До свидания. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok